Удивительный вопрос. Почему я водовоз? Потому что без воды и не тоны, и не сады. Без воды в поселке Центральный живут уже несколько лет. Чтобы сходить в душ, постирать одежду или помыть посуду, обычно ждут вечера. Не постираться, не сварить. Посуду моешь час, чтобы намочить, а все это прополоскать, вода вообще практически не идет. Мы неоднократно говорили нашим руководителям. И вообще в поселке у нас многие жалуются на то, что и в других домах так же вода идет плохо. Из года в год с наступлением теплой погоды начинаются перебои с водой. Вечером, когда жители прилегающего частного сектора поливают огороды, воды в кране нет. Да и ту, что подают днем, оставляет желать лучшего. Как говорят местные, такая вода годится лишь для стирки и мытья. Пить ее совершенно невозможно. Ну почему она желтая, почему эта вода может через какое-то время позеленеть. Вот просто стоит в банке, да, и она позеленела. Качество воды не устраивает жителей практически всех пригородных поселков Барнаула. Бельмесева, Махнатушки, Лебяжья, Ягодная. В последнем люди говорят, что уже привыкли к воде с душком. Она воняет чем-то. Мы, я звонил уже, да, туда уже, и не первый я звонил. Воняет, чем-то вода воняет. Пенсионерка Нина Ивановна жалуется, в такую же родню хватки воды страдает и будущий урожай. Не полила эту, даже помидоров тут два десятка, три десятка. Тут вот мелочь посеяла, не сходит, потому что не хватает, наверное, воды все-таки. Городские власти, которым долгие годы жаловали жители поселков, недавно заявили, что скоро о проблемах с водоснабжением люди забудут. Мэрия заключила специальное соглашение с Барнаульским водоканалом. И теперь ресурсопоставщик в ближайшие 10 лет обязан устранить все неполадки. Водоканал пробурит в поселках новые скважи, но установит водонапорные башни. Обещают, вода будет чистой, напор всегда мощным. Водоканал на сегодняшний день уже приступил к работе. И, например, сегодня ведутся работы на артезианском водозаборе «Ягодная». Правда, за качество придется доплатить. Вода подорожает уже с июля, но власти обещают расходы людям компенсировать. Всего на масштабное обновление водоснабжения пригорода направят порядка 200 миллионов рублей. Жители надеются, что эти деньги помогут им решить наболевший вопрос. И они забудут, что значит собирать каждую каплю. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком.